Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем наши беседы по рождественскому синопсису. И сегодня наша тема будет «Бегство в Египет и избиение вифлеемских младенцев». И мы читаем Евангелие от Матфея, 2 глава, с 13 до 18 стиха. «Когда же они, то есть волхвы, отошли, сей ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Ефимий Зигабен, древнехристианский экзогет, византийский монах, живший в XII веке, пишет, «Когда исполнилось 40 дней очищения, как говорит Лука, а когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Они пришли с Иисусом в Иерусалим, чтобы поставить его пред Господнем, як уже есть писано в законе Господнем. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. И затем тот час ангел явился во сне Иосифу, приказывая им бежать в Египет. Итак, Матфей более краткий опустил это, но Лука, как более точный, вписал все». Действительно, после Вифлеема они не отправились в Египет. Во-первых, на восьмой день Христос был обрезан. Когда ребенок обрезан, с ним нельзя путешествовать. В дороге нельзя обрезывать человека, даже если это младенец, и восьмой день. Потому что будет горячка, в дороге могут возникнуть проблемы. На сороковой день его принесли в храм. То есть движение в Египет из Вифлеема было через Иерусалим. «В большом городе было легче затеряться». Потому что Ирод уже начинает искать младенца, и, конечно же, он расставлял на пути непосредственно из Вифлеема в Египет людей, а затеряться можно было только в большом городе. И мы читаем по Матфею. «Он встал, взял младенца и матерь его ночью». Блаженный Иероним Стридонский пишет. «Когда он брал или взял дитя и матерь его, чтобы перейти в Египет, он брал их в темноте ночи. Когда же они возвращаются в Иудею, то Евангелие не показывает ни ночи, ни темноты в то время». Потому что, когда умирает Ирод, а только после его смерти они возвращаются в землю обетованную, то уже эта тьма стала рассеиваться. Смерть тирана – благословение для жителей страны. Свидетель Иоанн Златоуст дает обширную такую характеристику Иосифу. Хотя эта цитата объемная, но мы ее прочитаем, потому что у Златоуста очень такие точные выражения. «Иосиф, услышав это, когда ангел сказал, что надо идти в Египет, не соблазнился и не сказал, что это за странность. Ты прежде говорил…» Златоуст рассуждает как бы от имени Иосифа. «Ты прежде говорил, что он, то есть Христос, спасет народ свой, а теперь он, Христос, даже и себя не спасает, и нам нужно бежать, удалиться и переселиться в отдаленную страну». Это противоречит тому, что обещано. Но он, Иосиф, ничего такого не говорит, потому что он был муж верный, не любопытствует даже о времени, возвращения, о котором и ангел не сказала определенно. «Донди же Рикути буди тама». То есть неопределенное время надо было находиться в Египте. Златоуст продолжает. «Он, Иосиф, обручник, и этим не огорчился, но, будучи готов терпеть все, с радостью оказал покорность и послушание. И человека любец Бог эти скорби его растворил радостью. Как и обычно, Он, Господь, поступает со всеми святыми, не попуская им быть в непрестанных опасностях и не оставляя их в совершенном покое, но устрояя жизнь праведных из совокупления того и другого покоя и трудностей. Так и здесь Он, Господь, устроил. Смотри, Иосиф видел, что Дева имела в очреве, и это повергло его в смущение и крайнее беспокойство, потому что он подозревал Деву в прелюбодействии. Но тот час предстал ангел, уничтожил подозрения и рассеял страх, и Иосиф, видя родившегося младенца, объят был величайшей радостью. Снова эту радость сменяет немалый скорбь. Город возмущается, царь беснуется и ищет родившегося. Но за этим беспокойством последовала новая радость – звезда и поклонение волхвов. После этой отрады опять страх и опасность. Сказано, что Ирод ищет душу от рачати, и опять ангел велит бежать и переселиться ему, как свойственно человеку, потому что не настало время творить чудеса. Если бы Господь с первого своего возраста начал творить чудеса, то его не стали бы признавать человеком. Потому и храм не просто зиждется, но происходит чревоношение в продолжение обыкновенного десятимесячного времени, потом болезни и рождение, и питание молоком, и продолжительный покой, и ожидание возраста, приличного мужам. И все это для того, чтобы сделать более удобно в разумительном таинства домостроительства. Для чего же, скажешь, были сначала эти знамения для матери, для Иосифа, для Симеона, близкого уже к кончине, потому что Симеон был очень пожилой человек, для пастырей, для волхвов, для иудеев, если бы и они захотели тщательнее вникнуть в тогдашние события, то немалые бы от этого приобрели пользу на будущее время. Это Златоуст пишет об иудеях. И далее. Если бы люди были свидетелями совершившихся происшествий, о которых вовсе прежде не слыхали, то это повергло бы их в большее смущение и недоумение. Подобным образом, если бы они узнали все прежде, то ничто бы уже не возбуждало их к исследованию. Не оставалось бы ничего делать евангелистам. Конец цитаты. Вот здесь Златоуст делает такой как бы общий обзор, общий анализ предрождественских и посерождественских событий. Далее у Матфея сказано «И пошел в Египет», то есть Иосиф со святым семейством, «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего». Конечно, многих может интересовать такой вопрос, а есть ли в Библии пророчество о том, что Сын Божий посетит Египет. Египет – это образ греха, это такая оккультная цивилизация. На самом деле пророчество есть. Это пророк Исаия, 19 глава, с 19 по 22 стих. «В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской жертвенник там, где Господь». Господь переходит в Египет, будучи младенцем, его переносят в Египет, и жертвенник Божий как бы смещается. Храм перестает быть храмом, и таковым становится Египет. Итак, читаем Исаию. «В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу у пределов ее». Памятник Господу у пределов ее – это монастырь Святой Екатерины. Исаия пророчествует, потому что как раз в настоящее время Екатерины, монастырь, он находится между Израилем и Египтом. «И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, пришедшей туда младенец, потому что они, то есть египтяне, воззовут Господу по причине притеснителей, бесы мучили египтян, и он, Господь, пошлет им спасителя и заступника, и избавит их, и Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа, и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят, и поразит Господь Египет, имеется в виду ради исцеления духовного, смотрите, и поразит Господь Египет, поразит и исцелит, поразит болезнь и даст исцеление. Они обратятся к Господу, и Он, Господь, услышит их и исцелит их. Это пророк Исаия, 19 глава, с 19 по 22 стих. И далее мы читаем у евангелиста Матфея, тогда Ирод увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Я уже объяснял вам, что волхвы сказали ему, что они звезду увидели два года назад, до того, как пришли в Иерусалим. Ирод и волхвы они тогда еще не понимали, то ли царь Иудейский Христос родился два года до этого момента, то ли к моменту их пришествия в Иерусалим, через два года, как они начали свое паломничество. Поэтому, чтобы не ошибиться, Ирод приказал избить всех младенцев от двух лет и ниже, вифлеемских младенцев. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Почему здесь говорится о Рахиле? Если кто-то по старой дороге ездил из Иерусалима в Вифлеем, то эта дорога проходит через гробницу Рахили. И гробницу Рахили всегда охраняют еврейские солдаты с очень смуглым цветом кожи. Это потомки не Ильи, а именно Рахили. Они оберегают гробницу своей праматери. К этой гробнице приходят мусульманки, иудейки и христианки, у которых проблемы с беременностью. И они молятся, чтобы Господь послал им по заступничеству Рахили хорошие роды. Мы знаем, что Рахиль она умерла во время родов. Амросий Медиаланский святитель дает такое объяснение по поводу избиения младенцев. Такое жертвоприношение подобало лишь Богу. Неразумные младенцы исповедуют Бога, за которого и вместо которого их убивают. мы обратились к Евангелию от Матфея, показывая, что младенческий возраст не был лишен божественных деяний. Хотя его телесный возраст не был способен на деяния самостоятельные, но, несомненно, был Богом тот, кто божественными делами упражнял любой плотской возраст. Итак, младенцы становятся первыми мучениками за Христа. У меня был друг, тоже священник, более десяти лет назад он проводил в своем храме беседу и после беседы исповедовал верующих, это было вечером, и в храм ворвался наймит, террорист, который расстрелял этого священника, который был в Петрахиле, в Поручах, потому что в этот момент он в алтаре исповедовал одного прихожанина, но когда он услышал выстрел, террорист выстрелил церковного регента, брата Владимира и стал кричать «Где Сысоев? Где Сысоев?» Отец Даниил мог, конечно, убежать, там в алтаре была такая винтовая лестница, подняться на крышу, спрыгнуть в снег и побежать за полицией, но он этого не сделал, потому что женщины стали кричать, отец Даниил вышел из алтаря, он шел навстречу этому человеку, который кричал «Где Сысоев?» Он как бы говорил ему «Я Сысоев!» Он сделал эти три шага, там чуть-чуть побольше, 6-7 шагов, как выходишь из алтаря до того места, где его расстреляли. Отец Даниил неоднократно мне рассказывал, что ему угрожают, ему угрожали действительно много раз и призывали прекратить его деятельность, когда он спрашивал, что он должен прекратить, ему говорили, нельзя обращать мусульман в христианскую веру, нельзя крестить их, в общем-то, за это он и был казнен, но он христианский священник, во-первых, мусульмане обращают православных свою веру, причем православные не могут обращать мусульман свою веру, это немножко непонятно. И когда ему угрожали, я пытался немножко его как бы вразумить, я ему говорил, слушай, в исламе тоже разные люди, есть вменяемые люди, а есть невменяемые, как и у нас разные люди, представляешь, какой-нибудь больной человек придет и будет пытаться тебя казнить, а у тебя жена, у тебя дети. Вы знаете, что он мне ответил? Он меня спросил, Стеняев, а как ты думаешь, почему первыми страдальцами за Христа, первыми мучениками христианскими стали вифлеемские младенцы? Я спросил его, а ты как думаешь? Он сказал, чтобы стать мучеником, надо быть чистым, как младенец. Вот почему первыми мучениками за Христа становится младенцем. Потом он говорил, а я явно не как младенец. То есть он по смирению считал себя недостойным такой участи. младенец. умер мой духовный отец, это было некоторое время до гибели отца Даниила, я позвонил отцу Даниилу и сказал, что у меня умер духовник, отец Демитрий Дудко, и я хочу у него исповедоваться. Он сказал, нет, я не готов стать твоим духовным отцом. Потом он мне перезвонил и сказал, я согласен, но при одном условии, ты будешь исповедоваться у меня, а я у тебя. И вот когда первый раз я его исповедовал, у меня было полное ощущение, что я исповедую ребенка. Настолько чистым был внутренний мир отца Даниила, который считал себя недостойным, стать мучеником, понимая, что надо быть чистым, как вифлеемские младенцы, чтобы сподобиться золотого венца мученика. И он все-таки взошел на свою Голгофу, в него выстрелили, он упал, потом еще выстрел на добитие, и он был при этом с крестом на груди, в эпитрахиле, с поручами. Потом мне пришлось обмывать отца Даниила, точнее, не обмывать, священников не обмывают, а облачать его. И когда в морге нам вынесли отца Даниила, обнаженного, у него было абсолютно радостное лицо, абсолютно радостное и счастливое лицо. вот это меня поразило. В его облачении участвовал его родной отец, священник Алексий, священник отец Евгений Тримашкин, священник Виталий Зубков. И все обратили внимание на радостное выражение лица. А я уловил в таком лице что-то от младенца, вспомнив то, о чем мы с ним обсуждали. Действительно, вифлеемские младенцы молития Христа Бога спастись душам нашим. Это образ чистоты каждого мученика. Это свидетельство о том, что не каждый достоин принять венец страдальца за креста. И, как говорил учитель церкви Тартулиан, кровь мучеников напрасно не проливается. Она всегда оказывается тем живительным семенем, из которого церковь возрастает, поднимается на более и более высокий духовный уровень. И, по мнению историков, например, Александр Леонидович Дворкин в своей книге по истории церкви пишет, что, возможно, до трети населения еврейской страны приняли христианство, когда уже апостолы начали проповедовать эту веру. Это, конечно, силой крови Христа, но это и благодаря чистой крови младенцев, которые первые сподобились принять эти золотые мученические венцы. Итак, сегодня мы окончили еще одну беседу по рождественскому синопсису. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем говорить о богословских аспектах Рождества Христова. Подписывайтесь на библейский портал The Get, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя.